Всем привет! Вы на канале Сергей Кончаренко и сегодня шестой день тренировок. Вчера была ходьба, сегодня будет бег. Все по-прежнему, все те же места Samsung, Apple Watch и также Amazfit 3 Pro, GTR 3 Pro. Итак, я уже отключил на айфоне все, что можно, отключил всю навигацию, которая можно, просто включил режим полета и, надеюсь, сегодня пульс, точнее расстояние будет подсчитываться более правильно. Ну, в итоге я только так это могу сказать, то, что было в прошлом видеоролике, разницу. Все равно я сравнивал Apple Watch и Samsung, они показывают с разницей там 10-20 метров. Я в этом уверен, потому что сравнивал не один раз. Ну и что же, давайте начнем бег, давайте приступать к тренировке. Итак, тренировка уже начата, давайте посмотрим и зафиксируем пульс. 140-150, здесь 140, в принципе, неплохо, и здесь 150. Ну, я смотрел на начало тренировки, почему-то Amazfit GTR 3 Pro дольше подтягивали пульс. У них почему-то долго был пульс 80-150, и здесь 158-149. Кстати, разница, как вы видите, есть. Ладно, давайте бежать дальше. Итак, первые 500 метров мы прошли, пробежали 170, 161, 163. Вот здесь даже не знаю, кому и доверять. По расстоянию 0,56, 0,54, как вы видите здесь, по расстоянию все ок. А вот по пульсу 170, 166, 170. Знаете, что-то я более склонен к плыву вочь. А, и здесь, смотрите, почему-то с задержкой это все было. Бежим дальше. Зацените темп. 4, 4,5, да? А пульс 168, 156, 177. Все показывают разный пульс, но думаю, предпочтение отдал бы Apple Watch, потому что дышать уже тяжело, и скорость развил побольше. И еще и пытаюсь говорить с вами. Вот такие вот тесты. Все в реальном времени. В итоге первый километр мы преодолели. Пульс 162, 163. Но, блин, Apple Watch 180. 174. Я бы сказал, пульс, ну, 170, 180 есть. Сейчас выравняюсь. Бежим дальше. Сейчас специально немножко снизил темп, чтобы пульс немного снизился. 159, 160. И побежим снова. 161. Видим, что пульс у всех выравнялся. Так, Apple Watch. 156, 155. Очень сильно просел. Бежим дальше. Итак, небольшой подъем в горку. 170, 180, Apple Watch. Среагировал, наверное, все-таки немного быстрее. 180, MySuite. Бежим дальше. Самсунг минимально отстал. Итак, сейчас дал максимальную нагрузку. 190, 186, MySuite 182. Ох, дышать очень тяжело уже. 191, 188, 184. Есть небольшие разбежности. Но в итоге, они в действительности небольшие. Продолжаем бежать дальше. Подъем в горку уже очень тяжелый. Ох, да. По ровной местности неплохо. В горку тяжелее. Пульс. 175, 177, 176. Отлично. У всех примерно одинаковые показатели. Так, наверное, будем завершать тренировку. Последнее ускорение. 189, 188, 187. Расстояние было еще 2,53. 2,59, 60 метров. Это уже минимальная расстояние 2,50. Все отлично. У всех примерно одинаковые показатели. 2,52. Смотрите, разница минимальная. Давайте немного теперь пройдусь, чтобы успокоился пульс. не забудь поставить лайк. Для меня это нелегко. Как думаете, а моему псу легко? Тем временем пульс плавно снижается до показателей 150, 150, 151 и 151. 2,73 километра, 2,82, 2,76. То есть это все приемлемые значения. Сейчас немного отдышусь и посмотрим на завершение тренировки, на все данные. Сати, а каким видом спорта вы занимаетесь? И занимаетесь ли им вообще? Бегаете, ходите, работаете с железом, тренируетесь с железом, развиваете быстроту, силу, просто поддерживаете свое здоровье или бегаете? Напишите в комментариях, занимаетесь ли чем или нет. Да, и самое главное, если занимаетесь, то какой гаджет для этого используете? Потому что статистика очень интересна и мне, и всем тем, кто будет смотреть вот этот вот видеоролик и читать ваши комментарии. Заранее буду благодарен. Итак, давайте завершать тренировку. Здесь автопауза уже включилась. Приостанавливаем здесь, останавливаем здесь, и останавливаем здесь. Итак, MS-FIT. Максимальное потребление кислорода 42. Тренировочный эффект и нагрузка 3,9,3,0,154. Далее, время на восстановление 33 часа, то есть это полутора суток практически. Бег 2,84. Нет, здесь нет. Бег 2,84 расстояния. Средний темп 7,14. Темп очень сильно упал после того, как я после завершения тренировки уже начал ходьбу. Ну, точнее, отдых. Так, смотрим дальше. Общее время 20 минут. Высота 144, средний шаг 95. Общее восхождение 24 метра, спуск 26 метров, потрачено калории 278. Зоны пульса, как вы видите, анаэробная и МПК в основном было. И средний пульс 164, максимальный 188 и 55 минимальный. Так, здесь ничего больше интересного нет. Стоит вот это вот еще запомнить. Темп 7,14. Так, 164, средний пульс. Смотрим здесь. Samsung. Так, средний темп 7 минут на километр. Очень схож. Так, график по пульсу. Зоны пульса. Точно так же в основном это анаэробная и максимальная нагрузка. МПК. Темп. Вот эти 6,26 было. Лучший. Время. Здесь больше данных. VO2 Max 47. Очень схожий показатель, кстати, с MS-фитами. Длительность 20,36. Средний темп 7. Средняя скорость 8,5. Так, средний пульс, смотрите, 163 удара в минуту. Здесь 160. Уже не видел. Посмотрите сами, забыл немного. Так, примерно такой же. И Apple Watch. Так, дистанция 2,88. Темп 7. 136 шагов в минуту. 225. Средний пульс 169. Вот видите, немного отличается. 163, 169 и 167. Если я не ошибаюсь, здесь максимально 196, 172. И что, давайте подведем итоги этой тренировки. Шестого тренировочного дня. Не знаю, последнего или нет. Если что, интересно, пишите еще в комментарии. По возможности попробую все проверить, протестировать. Настолько это вовсе возможно. Что хочу сказать. Как для ходьбы, так и для бега. Все три варианта часов очень хорошо подходят. Значения разбежности между часами по измерению пульса минимальны. Составляют там иногда 2-3 удара, иногда 5. Причем это незначительно. Если даете нагрузку, резко даете нагрузку, пульс возрастает. Возрастает опять-таки первым в Apple Watch, вторым у Samsung и третьим в MS Fit GTR 3 Pro. Но на это нужно всего-навсего порядка 30 секунд. Поэтому при беге, опять-таки скажу, это незначительно. И получается что, что если вы бежите примерно в одном темпе по ровной дороге. Например, я не знаю, в парке, на стадионе вы бегаете. Тогда пульс будет примерно идентичен и ровным. Не будет больших перепадов. Единственное, если вы будете давать нагрузку больше или наоборот меньше. Ну, соответственно, для бега могу рекомендовать все три, хотел сказать, оба варианта часов. Все три варианта часов. И здесь они очень хорошо себя проявляют. И точность, точность, видите, сейчас я, наверное, все-таки заранее отключил все коммуникации по Apple Watch. И у них разница порядка 100 метров, что я считаю минимальным и также очень хорошим показателем. С вас лайк за то, что я бегаю в такую холодину. Ну, а сейчас примерно 0 градуса, уже начинает даже темнеть. Это конец светового дня. Солнышко начинает садиться и очень холодно. А я раздетый вот в тонкой, в тонкой кофте. Пойду все-таки греться. Мне еще как-то домой добираться нужно. Так что лайк, подписка. Всем хорошего настроения. Всем здоровья, спорта. И всего вам лучшего. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok